Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе. В Воронежской области с 11 октября вводят QR-коды на посещение общественных мест. Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила о болезни Александра Гусева. В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В Воронежской области открыли горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа. Тарифы за ЖКХ могут начать расти быстрее, чем инфляция. С таким предложением выступил вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснулин. Жильцы дома номер 7 по улице Мордасовой в Воронеже просят тепла и внимания властей. Похитил с витрины алкоголь и напал на директора супермаркета. Воронежскую телебашню украсили в честь 90-летия телевидения в России. Как сделать Воронеж привлекательным для туристов со всего мира? Пошла на преступление, чтобы погасить задолженность в банке. Жители коттеджных поселков в селе Старо-Животинное просят продлить маршрут школьного автобуса. В Воронеже скончалась дирижер и композитор театра оперы и балета Татьяна Шипулина. В Воронежской области с 11 октября вводят QR-коды на посещение общественных мест. Указ об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов. На такое решение власти пошли из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Каждый день в больницах оказываются сотни человек. Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц, а в социальных объектах. Ежедневно ставятся новые рекорды смертности. С 11 октября без предъявления QR-кода на электронном или бумажном носителе, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, либо без документа о перенесенной болезни, при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, нельзя будет попасть в спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны, зоопарки и океанариумы, музеи, кинотеатры, концертные залы, санатории, гостиницы, базы и дома отдыха, цирк, театры, заведения общественного питания. Исключение будет сделано только для ведомственных столовых, при условии отсутствия доступа в них для сторонних посетителей. На территории всех этих объектов не должны допускаться лица, не достигшие 18 лет, без сопровождения родителей или иных законных представителей. Накануне власти ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий работающих граждан. Валерий Бобкин, 41 канал. Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила о болезни Александра Гусева. Исполнять обязанности главы региона будет заместитель губернатора Виталий Шабалатов. О причинах ухода на больничный не сообщается. Последняя запись на официальной странице Александра Гусева ВКонтакте размещена 28 сентября. Губернатор рассказал, что в регион поставлено более 1 миллиона доз вакцины против коронавируса. С 22 сентября губернатор находился в отпуске, который был прерван в августе из-за взрыва маршрутки. Выйти на работу Александр Гусев должен был 1 октября. Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление подписал главный санитарный врач региона Игорь Механтиев. Пройти вакцинацию должны представители отдельных профессиональных групп. Это работники образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, сотрудники МФЦ, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, а также сферы ЖКХ, энергетики, театров, кинотеатров и концертных залов. Руководители организации в этих сферах должны до 20 октября предоставить списки работников, которые обязаны привиться. В срок до 30 октября не менее 80% коллективов сделают первую прививку. До 30 ноября пройдут второй этап вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в среду, 6 октября. Пока прививку от ковида сделал каждый третий житель региона. Это около 730 тысяч человек. Но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, рассказали в Роспотребнадзоре. Вместе с тем, теперь обязаны вакцинироваться и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу. Волонтеры и граждане, работающие вахтовым методом. Привиться должны государственные и муниципальные служащие. Не исключение работники органов государственной власти Воронежской области и сотрудники подведомственных организаций. При этом, если у работника имеются противопоказания к вакцинации, прививка не обязательно. Елена Цветкова, 41 канал. В регионе продолжаются работы по пуску тепла. Созданы неснижаемые запасы необходимых материалов для устранения коммунальных аварий. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области в круглосуточном режиме работает горячая линия. Для ликвидации возможных аварий у правительства области есть передвижная котельная, дизельные генераторные установки, электродвигатели, трубы различных диаметров, трансформаторы, кабели, задвижки, вентили и насосы. По мере расходования запас будет немедленно пополняться. Во всех муниципальных районах и городских округах работают горячие линии. А для быстрого устранения аварий на объектах тепловода и энергоснабжения создана областная диспетчерская служба. Из-за раннего похолодания в области участились случаи пожаров, ведь жители используют обогревательные приборы без должного контроля за их работой. С начала года на пожарах погибли 98 человек. Сотрудники МЧС совместно с полицией и работниками соцзащиты проводят обходы мест, в которых живут граждане из группы риска. Особое внимание уделяется работе с персоналом объектов социальной сферы. Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области открыли горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа. Специалисты научат различать симптомы гриппа и ОРВИ. Подскажут, что нужно делать при первых признаках болезни. Позвонив на горячую линию, можно будет узнать, где делают прививки от гриппа и как нужно подготовиться к вакцинации. Расскажут и о мерах профилактики простудных заболеваний. Телефон 8 800 201 59 78 будет работать с 10 до 17 часов по будням. Перерыв с 13 до 14. Обращаться также можно по телефонам горячих линий районных отделов управления Роспотребнадзора по Воронежской области с 4 по 15 октября. Валерий Бобкин, 41 канал. 5 октября в России отмечали День Учителя. В этот день полтора миллиона преподавателей со всех уголков нашей страны принимали поздравления с профессиональным праздником. Своего первого учителя поздравила и корреспондент 41 канала Галина Жукова. Иду поздравить своего учителя Исаеву Анну Нуртиновну. Ужасно волнуюсь. На минуточку, друзья мои, ровно 42 года назад я пошла в первый класс. Своего учителя не видела лет 20. И вот эта встреча. Волнуюсь, как в первом классе. Такой молодой педагог Анна Нуртиновна пришла в первый класс 21-й школы. Она вспоминает, что в день своего боевого крещения волновалось не меньше первоклашек и их родителей. Знакомство началось с того, что учители и ученики долго искали друг друга. И потом я слышу, да где ж наша учительница? Да что ж такое? Все уже построились, а ее все нету. Да где ж наша учительница? Я поворачиваюсь и говорю, да здесь я. Они, оказывается, стоят вокруг меня, все с детьми. Они говорят, во, а чего вы не отвлекаетесь? А я говорю, боюсь. Так случилось в жизни Анны Исаевой, что имеет диплом преподавателя русского языка и литературы. Свои первые шаги в профессии она начинала как учитель начальных классов. О чем нисколько не жалеет. Десять лет Анна Нуртиновна была для нас старой мамой, вкладывая в нас свои знания и материнские чувства. А вот собственной дочери иной раз ревновали маму к ее ученикам. Дети мои росли без мамы. Спасибо мужу, который как-то тихо, спокойно взял на себя функции жены и отца. Первые ученики самые любимые, признается Анна Исаева. После того, как я вас выпустила, после этого класса, я вообще не могла работать. Мне дали пятый класс. Я даже в них искала и находила вас. Но мне не хотелось работать. Я была такая опустошенная. Мне сказали, что все, что я имела лучшее, хорошее, я отдала вам. Вот что со мной произошло. По признанию Анны Нуртиновны, то, что она стала учителем русского языка и литературы, вовсе не случайно. Любовь к своей профессии началась с любимого преподавателя Натальи Павловны из тройки по русскому языку. Но меня настолько трогало ее отношение, не только ко мне, но и ко всем троечникам. Я была в нее влюблена и, естественно, через отношение к ней у меня проявилась любовь к языку. И мне захотелось стать такой же Натальей Павловной. И вот это вот желание я так и пронесла через всю свою жизнь. Сегодня о профессии учителя в семье Исаевых мечтает 16-летняя внучка Юлия. Она – одна из семи внуков Анны Нуртиновны. Бывает, конечно, что два поколения немного конфликтуют между собой. Но в конечном итоге победу одерживает бабушкин авторитет. Да, бывают строгие моменты. Но я не всегда хочу что-то делать и, бывает, ленюсь. Но мы все равно сидим и занимаемся через «не хочу», потому что русский язык – это главный язык в моей жизни. И его нужно знать, его нужно понимать. И бабушка мне в этом помогает. Будучи человеком старорежимным, Анна Нуртиновна признается, что сегодня преподавать литературу одновременно сложнее и проще. Сложнее в том плане, что современная молодежь больше увлечена интернетом и гаджетами, а не чтением книг. Я хочу начать с того, что я начинала в те времена, когда очень многое по литературе и о писателях просто запрещено было говорить. А сейчас доступно все. Серьезное было отношение к текстам. Ну и вы их действительно изучали на совесть и сочинения писали. А сейчас очень часто приходится слышать сочинения, писать нас не учат. То мы вообще это не читаем или читаем с помощью компьютера краткое содержание. Дети очень многое теряют. К слову, пенсия Анны Исаевой, чей стаж в педагогической деятельности насчитывает 46 лет, всего 15 тысяч. Но в своей жизни она все равно ничего менять не стала бы. Совсем скоро, 4 ноября, у ее учеников будет повод поздравить своего любимого учителя с очередной круглой датой. Моей бабушке в этом году будет 70 лет. И я была бы очень рада, если бы ее ученики пришли и поздравили ее с этим праздником. По большому счету, нашим учителям нужна самая малость внимания как со стороны учеников, так и государства в целом. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Жильцы дома номер 7 по улице Мордасовой в Воронеже просят тепла и внимания властей. Вот уже второй год подряд, как в доме номер 7 по улице Мордасовой установили теплорегулятор. После чего тепло в квартирах жильцов начало испаряться. В общем, думали как лучше, а получилось как всегда. В прошлом году в нашем доме установили новый прибор, теплонасос, который должен был обеспечить теплом все квартиры и должен был сэкономить жильцам, соответственно, плату за коммунальные услуги, ну, как бы оптимизировать процесс отопления квартир. Нам говорили, что этот насос, он должен, когда на улице тепло, он должен уменьшать, соответственно, потребление энергии тепловой, когда на улице холодно, увеличиваться. Но радость была недолгой. Вскоре жильцы поняли, что новый прибор учета оказался вовсе не новым. Теплорегулятор приподнёс жильцам ещё один неприятный сюрприз. Выяснилось, что половина жильцов дома стали замерзать, потому что не дотапливается. Часть жильцов греются хорошо. И, помимо всего прочего, из-за того, что насос был смонтирован неправильно или что-то ещё пошло не так, оказалось, он, помимо всего прочего, создаёт ещё и шум, который очень-очень громко работает. Чуть живые батареи вынуждают собственников жилья утепляться, чтобы не заболеть. Если не потапливать в квартире, да, где-то 18 градусов, если не потапливать кондиционером, второй сезон, вот такая у нас петрушка. Лучше бы мы его не ставили, этот регулятор, температуру воздуха. С ним ещё хуже стало, потому что насос поставлен старый, и он гремит, шумит. И поставили 2006 года. Главным образом страдают пенсионеры, многим из которых уже за 80. С 27-го говорили, что будет начинать топить. А вот видите, вот с двумя свитерами сидим. Что-то не получается с отоплением никак. В комнате чуть-чуть тёплая батарея, а на кухне вообще холодная. Ещё одна проблема – периодически в подвале дома протекает канализация. Причина банальна – старые трубы давно пора менять на новые. А вот ждать капремонта придётся долго. Выход здесь один. Жителям предлагают открыть спецсчёт, если большинство в доме выступит за такую инициативу. А пока жильцы вынуждены нюхать подвальное зловоние. Запах бывает ужасный, дышать нечем. В прошлой неделе вот отсюда с подвала запах шёл, задыхаюсь. Не то, что маску одевать, тут хоть респиратор одевай. Чистить канализацию не чистят толком. А когда уже невозможно дышать нечем, они приезжают. Приехали, почистили и уехали. В каком? В прошлом году аж до того довели запах, что весь подъезд до конца вонял. Да и попытки облагородить территорию двора, включая проезжую часть, здесь целая проблема. Сейчас же как сделали систему? Если вы приватизировали эту территорию, то вы сами должны платить за эти ямки. Поэтому мы не особо хотим. Государство, пускай, в конце концов, мы что, вообще всё должны? Скоро у нас и будет за листики, за всё драть деньги. Мы к чему идём мы? А на днях во дворе рухнуло бесхозное ограждение спортивной площадки. Это наспех построенное сооружение жители получили в подарок от одного из депутатов. Правда, на балансе дома площадка не стоит, являясь по сути самостроем. Более того, она не укреплена. И два месяца назад вы нас снимали, что площадка падает одна из сторон. И всё-таки она упала. Вот где-то 2-3 недели назад она упала. Слава богу, никого из детей она не придавила. Ну, представьте себе, вот этот весь кусок забора упал. Во время дождя его подмыло. И опять-таки, чьё это? Вывесили ролик в социальные сети, вывесили к администрации города. Говорят, нет, мы навели справки, это не наше, никто этим заниматься не будет. Как утопающий хватается за соломинку, так и жильцам ничего не остаётся, как вновь обратиться в редакцию 41-го канала. И хотел, конечно же, выразить благодарность 41-му каналу за то, что реагирует на наше обращение, за то, что приезжает, показывает наши проблемы. Потому что в прошлый раз, когда был потоп из-за прорыва водоканальской трубы, и никто не реагировал, 41-й канал показал это дело. И действительно быстро приехали, после этого отремонтировали и заасфальтировали. 41-й канал будет и дальше следить за сложившейся ситуацией. Как нас заверили в управляющей компании домостроитель, ситуация под контролем. И на днях тепло в домах жильцов обязательно появится. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41-й канал. Воронежец похитил с витрины алкогольную продукцию и напал на директора супермаркета в попытке скрыться с места преступления. На кадрах сетевой супермаркет на улице 60-летия в ЛКСМ в северном районе Воронежа. Администратор магазина голыми руками пытается задержать злоумышленника, который в дневное время похитил спиртное с прилавкой и пытался скрыться, не расплатившись. Мужчина оттолкнул администратора и все равно скрылся с места преступления. В таких ситуациях преступники, обороняясь, используют осколки от стеклянных бутылок и любые другие подручные средства, не стоит забывать личная безопасность превыше всего, напоминают правоохранители. Благодаря записям камер видеонаблюдения оперативники нашли и задержали злоумышленника по месту его прописки. Им оказался 33-летний житель Воронежа, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В производстве отдела про следственные преступления на территории северного района города Воронежа находится уголовное дело, возбужденное по части 2-й статисту, что 1-й уголовный кодекс Российской Федерации. Гражданин, совершивший данное преступление, установлен в последующем был доставлен сотрудниками патрульной постовой службы в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий. В отделе полиции он дал признательные показания. В настоящее время фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Елена Цветкова при содействии ГУВД Воронежской области. Тарифы за ЖКХ могут начать расти быстрее, чем инфляция. С таким предложением выступил вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснулин. Повышение услуг за коммуналку связано с необходимостью модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства. Ничего лучшее, как сделать это за счет граждан, пока не придумали. Тему продолжит Галина Жукова. Расходы наших граждан с каждым годом растут. А вот пенсии и зарплаты у многих стабильно низкие. Мы уже привыкли к тому, что услуги ЖКХ у нас индексируются два раза в год с учетом уровня инфляции. Почти половина доходов у населения уходит на коммунальные платежи. Понятно, что любое повышение ложится непомерным финансовым временем на плечи граждан. При пенсии 12-14 тысяч я считаю, что процентов 40, наверное, занимают. Поэтому народ будет голодать, естественно. Снижается нормальное питание, ухудшается, значит, сокращается и жизнь. И вот очередное потрясение. Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных, решили власти. После чего в кабинете министров правительства РФ заявили о необходимости повышения оплаты за услуги ЖКХ по причине изношенности сетей. Что мы имеем? Мы имеем сети, которые у нас находятся в критическом состоянии, скажем так, потому что им более 70% у нас изношенных сетей. Но мы даже видим с вами по отоплению, что у нас идут постоянно работы. Водоканал тоже постоянно работает в аварийном режиме. Перевод всех вот этих вот ресурсных компаний в частные руки только усугубило ситуацию. Потому что деньги уходят в офшоры исключительно. Так, например, водоканал уходит в Люксембург, теплосеть тоже уходит за рубеж. То есть вся прибыль оседает там. А жители имеют сети, которые находятся в аварийном режиме. А между тем, что такое экономически обоснованное тарифы в Воронежце уже проходили. Здесь наш регион оказался впереди планеты всей. Экономически обоснованные тарифы для пяти регионов, включая Воронежскую область, были установлены еще в 2009 году. То есть мы перешли на стопроцентную оплату. Об этом писали все СМИ, об этом писали газеты. Было заявлено тогдашним мэром еще Калиухом, насколько я помню. И после этого у нас тарифы должны были повышаться только на величину инфляции. Но в итоге они повышались так же, как во всей стране. Непонятно то, почему модернизацию сети решили сделать не за счет государства, а за счет кармана граждан. А между тем, еще этой весной во исполнение послания президента было принято решение о выделении из Госфонда национального благосостояния 150 миллиардов рублей на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Сети везде по России изношены. Никто давно не складывал, абсолютно никто. Поэтому такая ситуация у нас есть. Ну а мы же ведь, у нас когда еще был Чибис замминистром, он вел инвестиционную составляющую в каждый тариф. И практически она присутствует в тарифе. То есть жители сейчас платят, но улучшения мы с вами не видим. Сети у нас не ремонтируются. Но все, как известно, познается в сравнении. Если мы берем Финляндию, у них зарплата 262 тысячи, 5 процентов они платят за ШКХ. Но если мы возьмем, например, Германию, там 7 процентов при зарплате 164 тысячи. То есть, как видите, зарплата в раз и выше, а процент оплаты за ШКХ значительно ниже. Вот это экономически обоснованно. Мы будем к нему стремиться или стремиться к повышению. А вот адресную помощь малоимущим, которую власти обещают, в случае реализации повышения тарифов на услуги ШКХ, на практике получить весьма проблематично. Я считаю многодетной, но льгот мне не положено, сказали. Так как у нас соответствует прожиточному минимуму. То есть, 30 процентов как многодетной я не получаю. В общем, в очередной раз нам остается вспомнить крылатую фразу Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь». Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Воронежскую телебашню украсили в честь 90-летия телевидения в России. Юбилейную дату отпраздновали с помощью поздравительной архитектурно-художественной композиции. Воронежская область телевидения на любительском уровне пришло 7 мая 1954 года. Силами энтузиастов был построен малый телецентр. Он располагался на перекрестке Проспекта Труда и Московского проспекта. В 1958 году был введен в эксплуатацию нынешний телецентр. И 26 декабря того же года в Воронеже началось регулярное телевизионное вещание. Яркими огнями загорятся телебашни и в других городах России – Нижнем Новгороде, Благовещенске, Калининграде, Калуге и Челябинске. Кроме того, поздравительная открытка появилась и на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве. Галина Жукова, Дарья Елфимова, 41 канал. Как сделать Воронеж привлекательным для туристов со всего мира? Возможно, в этом поможет уникальный творческий проект художника и скульптора Федора Сушкова. Тему продолжит Галина Жукова. Самые знаменитые произведения Сушкова в Воронеже – монумент и стела на площади Победы и памятник славы. Будучи скульптором монументально-декоративного искусства, он известен еще и как автор живописных полотен. Федора Сушкова за границей называют русским Микеланджело. Во многом, благодаря внучке мастера Анны Назаровой, его работы известны и за пределами России. Первыми необычные произведения Сушкова оценили в Италии, где сегодня живет наследница творчества воронежского художника. Анна является президентом Ассоциации Сушков Артхаус, не забывая при этом о родном городе. Я очень рада всех видеть в городе Воронеж. Это мой родной город, где я выросла, родилась здесь и жила до 22 лет. Так сложилось в 2000 году, когда дедушка сделал первую, единственную свою выставку в 2000 году в музее имени Крамского в Воронеже. Он плохо себя чувствовал уже и подарил все свои произведения искусства мне. Я уехала жить в Италию, где занялась созданием книги-каталога первого, которую я писала с его слов. Именно духовная составляющая его произведения, а Федор Сушков был глубоко верующим человеком после чудесного исцеления, во время войны, так привлекает знатоков искусства из Италии. Поскольку духовность является одной из характерных черт итальянского искусства изначально, учитывая также и христианство, итальянские эксперты-критики увидели сразу же в работах Федора Сушкова необычайный талант и значимость. Интерес к творчеству Федора Сушкова, подогретый иностранной публикой, безусловно ценен. Но важно, чтобы внутри страны и в частности на родине художника развивался культурный туризм. Здесь не просто, вот мы говорим, туризм чаще всего это как такая экономическая сфера. Здесь очень много присутствует духовности, которая по большому счету даже сегодня в сложное время помогает жить, работать. Предполагается, что в Воронеже появится обзор на экскурсии, куда войдут основные монументальные произведения Федора Сушкова. Также туристы смогут ознакомиться с выставочной экспозицией мастера. Безусловно, выставка, которая стала очередным шагом к популяризации творчества, безусловно повысила туристическую привлекательность нашего города. Культурно-познавательный туризм – это один из самых популярных видов туризма в городе. И вот это направление, которое Анна Александровна развивает, безусловно повышает интерес к Сушкову и повышает интерес к Воронежу. В ближайших планах наследница творчества воронежского художника и скульптора – создание в России интернациональной премии имени Федора Сушкова. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Жительница Воронежа пошла на преступление, чтобы погасить задолженность в банке. Вечером в магазин на улице Адмирала Чурсина в Воронеже под видом покупательницы зашла женщина. Обойдя торговый зал, посетительница взяла со стеллажа три бутылки коньяка и направилась к выходу. Сотрудница магазина потребовала оплатителей вернуть товар и попыталась задержать женщину. В ответ злоумышленница распылила газовый баллончик и скрылась с места преступления. В дежурную часть номер 3 УМВД России по городу Воронежу поступило сообщение от пострадавших сотрудников сетевого магазина о разбойном нападении. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее несудимая – жительница Воронежа. В отношении подозреваемой отделом по расследованию преступлений на территории Левобережного района города Воронежа было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». На настоящий момент уголовное дело направлено в Левобережный районный суд города Воронежа для рассмотрения по существу. В отделе полиции задержанная призналась. Мотив преступления в ее случае – это полное отчаяние. Она взяла кредит в банке, но не смогла его оплатить. Из-за этого похитила алкоголь в магазине с расчетом его продать, чтобы на вырученные деньги погасить ежемесячную задолженность. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. Елена Цветкова при содействии ГУВД Воронежской области. Представители Общероссийского народного фронта обратились к региональным властям с просьбой продлить маршрут школьного автобуса до новых коттеджных поселков в селе Старо-Животинное. В настоящее время учащиеся Рамонской школы номер 2 вынуждены добираться домой через лес или идти пешком несколько километров по обочине оживленной трассы. Село Старо-Животинное является одним из самых быстро растущих в Рамонском районе. Здесь, в коттеджных поселках, живут в основном молодые семьи с детьми, переехавшие из Воронежа поближе к природе. Школьный автобус, развозивший детей ранее, здесь не ходит уже более года. Межведомственная комиссия посчитала, что дорога не соответствует необходимым требованиям безопасности. Сейчас детей довозят лишь до соседнего поселка Айдарва. От него до новой застройки еще 4 километра. И здесь уже думать приходится о безопасности детей. Родители школьников обратились за помощью к общественникам УНЕФ. Выяснилось, что в школьном автобусе нуждаются около 40 детей, среди которых есть и ученики младших классов. Немало здесь и дошколят, которые скоро пойдут в ближайшую к населенному пункту Рамонскую школу номер 2. Представители Общероссийского народного фронта направили обращение в Департамент образования Воронежской области с просьбой продлить маршрут школьного автобуса до коттеджных поселков в селе Староживотинное. Общественники уверены, что если по каким-то параметрам дорога выбивается из нормативов, ее нужно приводить в порядок, а не отменять автобус. В Воронеже скончалась дирижер и композитор театра оперы и балеты Татьяна Шипулина. Сообщается, что причиной смерти талантливого музыканта и лауреата премии «Золотой фонд» Воронежской области стала болезнь сердца. Татьяне Шипулиной было всего 70 лет. Она родилась 15 декабря 1950 года в Казани. В раннем детстве Татьяна Шипулина переехала вместе с родителями в столицу Черноземья, где впоследствии закончила теоретическое отделение Воронежского музыкального училища. В дальнейшем ее альмаматор был композиторский факультет Киевской государственной консерватории. Своё дирижерское образование Татьяна Шипулина получила вначале во Львове, а затем в Ленинграде, где была ученицей профессора Мусина по классу оперно-симфонического дирижирования. С 1982 года работала дирижером в Омском музыкальном театре. В 1985 году Шипулину пригласили в Воронежский государственный театр оперы и балета, где она блестяще смогла реализовать себя в разных направлениях. Как композитор Татьяна Шипулина является автором произведений для оркестра и хора, фортепианных пьес, духовной музыки и музыки к детским спектаклям. Коллеги отмечали скрупулезный подход музыканта к материалу, позволяющий в полной мере раскрыть замысел своих произведений. Галина Жукова, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящее мы расскажем в следующей программе. Итоги на 41 канале. А я с вами прощаюсь и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин